Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу как настроить и откалибровать реле напряжения для бытовой техники. Я купил для защиты холодильника и морозильной камеры два реле напряжения фирмы Digitop VP10AS. Это вполне хорошее реле, но их необходимо настроить перед началом эксплуатации. Сначала посмотрим, что входит в комплектацию этого реле. Хорошая полтная коробка из картона. Кстати, гарантия на него два года. Есть вот такое реле. Оно простое и подходит для евровилки, а также инструкция по эксплуатации на украинском и русском языке. Очень часто при покупке этих реле происходят казусы и они показывают разные напряжения, поэтому необходимо их откалибровать. Для калибровки необходимо проверить, как же они показывают напряжение. Вставляем первое реле, визетку, и оно показывает 237-238 вольт. После этого вынимаем реле, вставляем другое. И оно уже показывает совсем другое напряжение, 225 вольт. Необходимо разобраться, где же правда и истина. Для калибровки реле напряжения в первую очередь понадобится хороший качественный тестер, который мы проверим напряжение в сети. Для начала мы проверим показания на двух реле в одной резетке. Одно реле показывает напряжение 239 вольт, 238 вольт, а второе 226 вольт. Теперь необходимо определиться, где же истина. Для того, чтобы узнать эталонное напряжение, необходимо воспользоваться самым элементарным тестером, который установить в режим замера сопротивления переменного тока на 750 вольт. Ставим параллельную резетку и посмотрим, насколько правильные показания реле. Как видите, реле показывает напряжение пониженное совсем немножко, на 2-3 вольта. Необходимо его откалибровать. Для калибровки реле необходимо нажать две боковые кнопки, вверх и вниз, и ставить его в резетку. После этого появляется напряжение, которое необходимо отрегулировать в соответствии с тестером. Сейчас у меня напряжение минимальное 231, а максимальное 234. Поэтому проводим регулировку этими кнопками. слева и справа. Показания креплются от 229 до 233. Время отклика немного разное. Тестер реагирует быстрее, а реле медленнее. Поэтому необходимо немного подождать и добиться среднего разрешения. После регулировки реле необходимо просто вынуть из сети для сохранения всех параметров. После регулировки оба реле показывают почти одинаковое напряжение в соответствии с напряжением на тестере. После этого необходимо настроить минимальный и максимальный порог отключения напряжения на реле. Минимальный порог обычно составляет 10% от номинального. То есть 198 вольт это минимальное напряжение, а 1042 это максимальное. Выставим это на реле. Для проверки настроек необходимо нажать кнопку вниз или вверх. И вот показывается параметр. 198 вольт сейчас выставлено правильное вниз. И посмотрим какое максимальное. 247. Нам необходимо выставить максимальное 242 вольта. То есть оно сейчас не соответствует правильному. Поэтому держим кнопку 5 секунд. И после этого параметр переходит в режим настройки. Мигает точка сбоку. Уменьшаем до 242 вольт. После настройки параметров необходимо вынуть прибор из сети и снова вернуть. Последние параметры сохраняются. 198 и 42. То, что нам было нужно. После этого необходимо отрегулировать время задержки. Для холодильников и морозильников это время примерно 300 секунд, то есть 5 минут. Для проверки времени необходимо нажать две кнопки одновременно вниз и вверх. Сейчас здесь 42 секунды. Для того, чтобы их отрегулировать необходимо нажать и подержать их 3 секунды. Появилась точка. Можно увеличивать это время до 300 секунд. Время выставлено. Нажимаем ратковременно кнопку S и вот появилось текущее напряжение. После этого можно изменить параметры свечения индикатора. Для этого нажимаем кнопку S и держим ее около 3 секунд. Первое меню BR показывает яркость. Можно его увеличивать до 9, уменьшать до 1. Я пока уменьшу до минимального. Затем нажимаем снова S. Появляется частота тока 50 Гц или авто. Я знаю, что у меня сеть 50 Гц, поэтому менять ее не буду. Нажимаем еще раз. Появляется меню перевода заводские настройки, но мы этого делать не будем. Все, вышли из настройки. Через 5 минут реле включится и будет поступать напряжение на холодильник в соответствии с заданными параметрами. Вот прошло 5 минут и левое реле уже вошло в рабочий режим. Теперь можно проверить напряжение отсечки минимальное и максимальное. Оно соответствует заданным и подключать к нему потребитель. У меня пока это будет обычная старая духовка. Напряжение держит. Духовка греется. Реле работает в штатном режиме. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как настроить и откалибровать реле напряжение фирмы Digitop. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...